Притча. Представьте себе времена, когда не было интернета, не было телевидения и не было радио. Современный человек, наверное, это бы представил как страшный сон. Но такие времена были. И были люди, которые уверовали в Господа. И была такая сильная вера, сильная любовь к Господу, что они ходили пешком из деревни в деревню и говорили слово Бога, проповедники. Проповедовали о Боге. И вот один из таких проповедников пришел в деревню, совершенно неверующих. Там верили в силы природы, в гром, в солнце, в ветер. И он стал говорить о Боге. Его окружила молодежь в этой деревне. Стали над ним смеяться и говорить, покажи нам Бога, покажи нам Бога, покажи нам Бога. Он умолчал немножко и сказал, принесите мне стакан молока. Ну и мы принесли стакан молока. Он стал смотреть туда внимательно, так рассматривал стакан со всех сторон. Он приближал молоко, отодвигал молоко, принюхивался, приглядывался. И у него молодежь спрашивает, а что ты делаешь, старик? Он говорит, ну, ищу масло. Говорят, в молоке есть масло. Уж сейчас смотрю и не вижу масла. Они говорят, а какой-то смешной. Для того, чтобы ты увидел масло, это молоко надо поставить на ночь, чтобы оно закисло. Добавить туда сметаны. Потом взбить его, и когда ты его запьешь очень сильно-сильно-сильно, тогда там получится комочек масла. И вот тогда ты вытащишь с туда масло. И он говорит, вот так и Бог. Нужно приложить усилия определенные для того, чтобы осознать его присутствие в своей жизни. Надо стараться, надо прикладывать усилия. И вот тогда ты увидишь Бога в своей жизни, как этот кусочек масла в молоке. Аминь.